всем привет у нас почти середина октября весна в разгаре и вот такое вот чудо полностью уже раскрылись это диза красавица диза которую я очень очень хотела и вот сейчас распустились все три разные цвета но хочу немножечко начать вот этой потому что я удалю нее цветонос он и так уже увядает цветы уменьшаются получилось это естественным я не поломала ничего цветонос но было очень очень жарко один день у нас и я пришла с работы и вот в этом вот вместе вместе видите цветонос просто наклонился из-за того что конечно цветы и бутоны тяжелые и он не выдержал и он был наклонен было очень жарко еще раз повторюсь и он не выдержал и постепенно постепенно я думала знаете будет на ниточке держаться и как-то вытащить все-таки свой цветонос но нет он засыхает и я думаю я вот сейчас сниму и уже удалю но второй цветонос кстати второй цветочек этот открылся уже когда он был в надломленном состоянии то есть был у него открыт вот предыдущий первый цветок он завял и постепенно 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 еще какое-то питание видно шло цветоносу и открыл он постепенно второй цветочек но он гораздо меньше предыдущего и конечно весь цветонос уже желтеет очень жалко ну а эти я зафиксировала и уже пытаюсь их сохранить и на вот этом вот красным он большой цветок вот я вам покажу по сравнению вот так вот соотношение руки большой цветок но я его так и покупала просто было они у меня без названия покупала было написано red big flower то есть красный большой цветок написано было orange и пинг но пинг было написано деса диорис пинг диорис ну вот такое вот было название но красная как я нашла это наверное скорее всего или какой-то гибрид или все-таки диза унифлора очень похожа орхидею не знаю может быть когда-то и уточню но пока что мне не нужно ее точное название ветерок такой разгулялся у нас ну а это орхидея вообще жительница южной африки произрастает найдено на горе называется тейбл маунтан или столовая гора в южной африке красотка встречается на высоте от 100 до 1200 метров над уровнем моря обитает там где есть проточная вода растет на торфяных черноземах на песчаных почвах во мху в моем случае она у меня растет тоже во мху я ее так и получала так и покупала мог но единственное что я подсадила вот еще живой мог его начал расти потому что орхидеи постоянно у меня находятся в воде это я так поставила повыше чтобы цветочки вместе было когда снимала были вместе а этот вот оранжевый он намного короче чем этот красный и розовый ну и вот растет возле водоемов или в скальных расщелинах вдоль вдоль ручьев образуются их большие колонии я нашла такое очень красивую фотографию ставлю температура идеальная конечно для них 24 26 градусов не выше ну насколько я читала что было заги зарегистрирована температура от трех до тридцати девяти градусов в местах их обитания влажность зимой от 60 процентов ну а летом зашкаливает 70 и выше постоянно она у меня находится в воде и никогда не просыхает ну и для этого ей нужно очень хорошая вентиляция воздуха постоянно постоянно но мне стоит на нижней полочке вот этот поддончик и они у меня там стоят постоянно я подливаю водичку но хочу я вам сказать что конечно дождевая вода это самое лучшее но у нас здесь нашем доме пока что нет у меня чтобы я собирала дождевую воду и дождей было очень очень мало за зиму поэтому получалось так что я со шланга подливала воду очень осторожно конечно в поддончик но как вы видите ничего они как-то отреагировали никак вернее не отреагировали и даже меня раз порадовали и расцвели красивая оранжевая форма надо будет еще посмотреть может быть еще и желтую найду себе эти венки ты разговорилась и не показывают цветочек я очень была удивлена когда и 2 открылся на одном цветоносе мне почему-то казалось что один засыхает вянет открывается 2 так вот она выглядела и здесь тоже растет второй бутончик здесь как вы видите было бы еще больше но к сожалению там уже синита ля комедия высоту они достигают до 60 сантиметров от 15 ну вот наверное вот это вот оранжевая у меня наверное сантиметров 20 я думаю вот до 1 цветочка ну и сейчас уже выше конечно растет такие вот листики удлиненные после цветения эти листья постепенно желтеют и эта розеточка отмирает нужно забирать вытаскивать эти все листья которые вот начинают портиться я стараюсь следить за этим потому что орхидея очень очень может быстро загнить листиков от пяти до восьми бывает вот в такой вот три зеточки вот это вот pink розовая у нее как-то по длине и листики но я боюсь что чтобы она мне не в общем не дает она пока что никаких деток ничего я не вижу если здесь вы видите она выдают в почве маленьких деток столоны и они потом у каждого есть свой клубень уже смотрела это уже англоязычное видео как он их рассаживает пересаживает эту каждую деточку потому что находится в мхе конечно и мог быстро быстро портится в воде ну посмотрим что я буду делать пока что я не знаю что я буду делать но я вот смотрю оранжевая нарастила парочку деток и вот у красное есть такие уже довольно таки большие детки в природе дизы цветут с лета до начала осени то есть долгое цветение запаха я у них вообще никакого не слышу не знаю или может быть нужно приходить в разное время суток ну так вот с утра я не чувствую в природе они даже могут расти на полном солнышке на открытом солнышке ну и могут расти точно также в тени ну у меня как я уже сказала они стоят на нижней полочке рассеянный свет не получают они очень много солнца ну понятно что и днем им попадает и вечером им хватает солнышко и я очень рада что они расцвели честно говоря я не рассчитывала на цветение не знаю почему мне сказали когда я покупала что может быть только красный расцветет в этом году не знаю почему это так вот мне сказал продавец может быть потому что очень маленькая детка была ну чтобы кормить я их не кормлю они тоже очень надо очень аккуратно относиться к удобрениям удобрения только через воду в воду я имею ввиду ну вот в поддон подливать поэтому я делала это только так и видно им хватило они набрались селенок и деток по выдавали в общем посмотрим не знаю вот единственное что вот видите здесь пока что ни одной детки ну рассказала показала вот такая вот красотень это сидерей джапоника всего два цветочка очень жалко не выдержала было четыре или даже пять ну открылась всего два ну я и им рада этот аромат если кто знает мне он очень нравится сидерей джапоника или фаленопсис джапоника все переименовывают красивые крупные цветы по сравнению с растением не знаю что у меня с ним почему-то мне не вдают новых листиков обрабатывала вроде бы никто там никого нету ну не знаю посмотрим уроженец японии кореи южного китая от 600 до 1400 метров над уровнем моря так вот у меня растет на таком кусочке мало мха у меня был один экземпляр это уже второй экземпляр второй год у меня не помню первый я ли продала или что-то с ним случилось даже не помню мне кажется что я его продала скорее всего ну а вот это вот расцвел первый раз моем уходе в первый раз цветение даже я вижу что это маленькое растение надеюсь что выдаст новый листик что-то не знаю и начал выдавать цветонос но листа я не вижу весной расцвел очередной цветочек чем же мне нравятся эти миниатюрные коксинеи растут цветут когда достигают своего размера цветения и потом наращивают новые псевдобульбы вот здесь вот я так понимаю что тоже уже набухает новый ростик и постоянно они цветут и радуют меня эти такие вот прямо цвет точь-в-точь передают очень яркие такие огоньки красавчик файус танкервилли очень люблю его три цветоноса в этом году я уже не не стала их куда-то выносить так и захожу в теплицу и они меня здесь радуют ну а это красотка фалидота чаненсис или сейчас уже она целогина и я ее так люблю эти цветочки так она мне нравится не знаю красотка ну вот как можно и не любить есть еще цветоносы которые не распустились вот так вот вблизи приблизить стараюсь их приблизить чтобы было больше видно она конечно очень похожа на целогину может быть поэтому ее и переименовали очень много целогин такой окраски это уроженка вьетнама китая и растет от трех трехсот до двух с половиной тысяч метров над уровнем моря я ее давным давно уже не пересаживала смотрите как она уже повылазила за горшочек и со всех сторон надо будет ее конечно пересадить уже после цветения и вот сразу новые ростики новые ростики и вот так вот она выдает из центра как и целогинки свой цветонос это одни из первых которые были открыты уже цветочки постепенно постепенно умидают они так переливаются на солнышке эти цветы искрятся просто прозрачные класс только один капюшончик такой до более такой бежевый сипалии питалии такие нежные переливаются в диаметре конечно не такие они как целогины она вернее не так не такая как целогины листики у нее небольшие сантиметров наверное ну 30 я бы сказала да такой уже разрушился кустик то есть очень такая компактная орхидейка и красавица октябрьское цветение также попадает дендрубим стардаст он уже кстати отцветает надо его обработать он какой-то хиленький что-то в нем завелось обычно вот так вот когда орхидея страдает или там муравьи поселились внутри в общем нужно посмотреть нужно обработать его хорошенько дендробиум стардаст фарберт и это гибрид гибрид дендробиум уникум на дендробиум юкон красивые яркие цветочки постараюсь приблизить красивые они небольшие но когда их много конечно очень и очень красиво смотрится в сентябре цвел дендробиум дендробиум дженкинсиай и цветочки похожи правда но это дендробиум линдли или дендробиум агрегатум он уже тоже понемножечку оцветает не успевая все снимать времени просто не хватает но цветочки как вы видите действительно очень очень похожи на дженкинсиай ему тоже нужен покой зимой и вот так вот он беспроблемно зацветает каждый год уже разросся такой кустик приличный не знаю надо будет его немножечко пересадить в чуть-чуть побольше горшочек ну а так очень яркие цветочки ну как и все природники в основном все природники цветут недолго поэтому надо наслаждаться этим моментом когда они расцветают но это мой такой цветущий уголочек здесь полностью распустилась интермедиа такой прям букетик пять цветочков на одном цветоносе едва на другом очень красиво пышно а так в принципе я наверное уже все показывала это еще одна интермедиа цирулия цирулийная форма это кстати дендробиум аметистоглоссум полностью тоже уже открылся красиво ну вот я видела белую форму мне почему-то белая форма больше нравится ну на вкус и цвет да товарищей нет ну в общем вот так вот ну а в основном у меня сейчас конечно фаленопсисы прям как-то они у меня все сразу и мини-марк продолжает цветение и смотрю что он еще наращивает бутончик еще второй мини-марк маленький тоже растит листик это у меня первый раз я купила у нас называется fuller black leopard но смотрела недавно классику орхидейного жанра и у наташи там этот дикий кот наверно это все-таки красивый но первый раз вот так вот он у меня расцвел надеюсь будет долго цвести это такой вот непонятный беглипчик это даже не знаю что это похоже как вот девочки показывают бабочки такие вот лепесточки тут такая цветочная полянка красиво фаленопсисы долго цветут и конечно их все-таки нужно иметь в коллекции чтобы что-то так вот стояла на полочке и целу постоянно потому что природные орхидеи цветут конечно недолго к сожалению это вот такие вот варигатные листики я думаю что цветочки будут попроще но мне они очень нравятся такая яркая губка прям такая яркая желтая серединка красиво вот это тоже он мне очень нравится не знаю у девочек конечно есть на на свои названия у нас называется sunset love sunset sunset love переводится закат любви ну красивый тоже очень красиво этот у меня без названия такой длинный спадающий цветонос фаленопсис корну серви тоже еще опять открыл цветочек то как-то он подсвел постоял и вот опять начал наращивать свой цветонос здесь кстати покажу такое небольшое у меня разочарование я выращивала эту орхидею с очень-очень маленькой псевдобульвы покупала наверное я ее одну маленькую наверное года пять или шесть назад одна из первых моих орхидей и должна была быть это брасия вирукоза но когда она раскрылась долго я ее выращивала давала и очень много солнца потому что брасии нужно солнце для цветения и расцвел вот такой вот у меня ну конечно это не вирукоза это какой-то ее гибрид ну мужу нравится моему ансидиумная группа в общем вот такие вот звездочки сейчас находятся в моей коллекции тоже ну и пусть растут ну и закончу я наверное этим окошком уже покажу все сразу да не знаю получится долгое видео или нет но уже как получится в общем красивые на цветоносе открываются я честно говоря думаю что всего по одному цветку вот эти вот красные такие орхидеи цветут но красный фаленопсис и я имею ввиду но как вы видите этот цветонос с прошлого года он его дорастил а это новый вырос и вот сейчас даже открылось уже два цветочка на одном цветоносе это гибрид когда-то я его купила один из наших почтенных членов клуба ездил не помнили в на какую-то выставку и привез фласку и вот так вот вот так вот выращивала я наверно года два назад купила у него и вот так вот он сейчас у меня цветет название вот такое у него это гибрид это кстати моя новая орхидея и я ее покупала было всего только два цветка открытых я люблю беглип уже кто знает кто по кто понял огромные просто огромные цветы и я не могла ее не купить на последний из наших выставок и вот такой вот высоченный цветонос это моя орхидея которая растила очень долгий цветонос но наконец-то она его открыла цветы очень большие ну она у меня без названия поэтому выглядит неплохо здоровенько большие листья растит в общем все в порядке научилась и я выращивать фаленопсисы в австралии в общем всем красоты и мира пока пока